Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 220. События дня. Исайя 8,10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Яков с нами Бог. За 19 июля 2016 года. Далее сами считайте, откуда все идет. Все разрушение и проще. Вот у нас нападки. Эта инициация Дворкина была на рождественных чтениях. Вот этот потребнадзор, они там загалдели, нужно написать, и мне показали, здесь приехали письмо, инициация. Это их выполняется заказ. А почему? От патриарха Дворкина. Это патриарша и слуга. Разрушитель главный. Православие. Вот считайте. Поймали на дезинформацию. Он меня несколько раз хватал. Лжец. Совершенно неверующий человек. И они им создают миссионерские отделы. Какие отделы? Обман. Проповедовать должен каждый. Благовествовать. Проповедовать – это просто говорить о чем угодно. Благовествовать – говорить о спасении во Христе. О том, что умер за нас Спаситель, пролил причистую кровь, и мы спасаемся им. А миссия – это раскрытие Духом Святым внутреннего состояния человека. Что ему надо? Какую пищу подложить? Там, где проповедуют, нужна память, знание Священного Писания. А для миссионера, если это миссия, нужны тысячи талантов, говорит Иоанн Златоуст, чтобы обратить душу. Там только для свидетельства. Не об обращении. Миссия заключается в другом. Когда Господь открывает истину. Никаких миссионерских отделов создано не может. Это дьявол подделывается под ангелы света. Они жестокие, которые там, безжалостные, хамовитые. Столько на себя берут, а ничего нет. Обман. Самый большой обман в православии – это создание миссионерских отделов. Это нельзя создать. Создавать ты можешь то, что как структуру свою. Пение, хоры, можете семинарии, академии, докторанты разные там. Но миссионерский отдел нельзя создать. Тебе Бог открыл. Ты говоришь. Как я могу другому рассказать то, что мне открыто о другом человеке? Бог открывает тайну. Именно на что и где обратить внимание, чтобы душа обратилась. Вот я стою на работе. Обыкновенная работа. Дежурю. Сторож. Подходит мужчина. Начинаем говорить. Он говорит, я знаю вас. Вы нас задерживали. У меня две собаки были. Я занимался в уголовном розыске. Они грабили вагоны. А где я жил на второй строительной 62-16, поезда останавливаются в том и другом направлении. Красный свет. Прямо напротив меня. И грабеж шел. Я уж не говорю про арбузы. Там вагоны разгружали. А то, что холодильники, ковры, масло там, товары. Все. И если я попадал в эту катавасию, я их заставлял вернуть все на свое место. И вот один человек подошел ко мне и говорит, а вы помните, вот тогда заставили нас вернуть. Мы масло разгружали, сливочное. Там еще что-то он называет. Ну и что? Ну вот с товарищем-то, с которым были-то мы потом. Ну вот это. Что именно вот это? Так его убили. Убили? Так он же молодой, вроде был такой ярый. И воровал хорошо. Убили его, видно, свои. Ну и что? Он ко мне приходит. Стучит в окно ко мне и говорит, иди сюда, Витя, пойдем. Ну, куда пойдем, когда тебя убили? Я не знаю, что мне делать. Я с ума схожу. Не говорит, что наркотики там у него или что-то. Понимаете? Как ему найти путь? Вот он перед тобой стоит. Ну что скажет человек, который не понимает, ему не дано? Ну, он скажет, ну что, по делам твоим ты заслужил, упырем его назовет, как Скоратовский. У него упырь. Упырь. Больше ничего не знает. Ни слова этого не знает. Ничего. Ну и что? А вот такие слова сказать, чтобы здесь же человек обратился к Богу. Вот сказать необходимо ему. Именно это. А слова самые простые бывают. Бывает достаточно одного предложения. Одна семья не может обратиться. Встречаемся, беседуем, мать, дочь и внучка. Все баптисты. С чего начать? Она живет у нас. Мы очень близкие. И только одна фраза заставила ее обратиться к Богу. А какая? Будет поставлено знак начертания на правую руку, на щело. А почему? Не знает. Эфрем Сирин говорит, чтобы не мог совершить крестное знамение на лоб, на руку. Вы можете совершить? А они были православные. Она перекрестилась. Я говорю, это вы православные? Тогда вы не сектанты. И они обратились. Все. Мать с дочерью уже бабка умерли. Конева Валентина Павловна. Много перестрадали. Они как бежали из ссылки, куда их сослали. Это у меня в 12 томе открытым оком. Конева. Мария Евламкевна, это бабушка. А внучка-то это Наташа. Наталья Васильевна, врач хороший. Вот что значит Бог? Одно предложение. Другой подошел, стоит, курит и в руке бутылка. Бутылка водки. Я стою за этой стороной решетки. Что ему сказать? Ну ты поп. Ну я поп. Ладно. Дальше начинаем разговаривать. Проходит 5 минут. Не больше. Он эту папиросу рвет и бросает. Эта бутылка размахивается и бьет по пасынку столба в дребезги. Вот и все. Как ключ. Миссионерские отделы нельзя создать. Нельзя. Это обман сатаны. Обман. Они жестокие, безжалостные, которые там. Они думают им открыто. Сатана полностью обуял их. Начинают вроде что-то пророчествовать, говорить. Которых пророк Михея обречал. А там. В уста которых вошел дух лжи и лукавства. Побуждает на войну патриотические речи. Иди, Ахав. Арамов Галатский будет наш. Погиб царь. И вот это миссионерские отделы. Вот эти внуки душителя Скуратова. Душителя. Они такие же, как змеи, выползают сегодня из всех нор. Почему? Ну так написано. Порождение Ехидины. Никакого тут осуждения нет. Это их назначение, роль действительно. И вот Дворкин. Один из них руководитель. Вот считайте, что. Осквернители православия. О разрушители. Он у меня наезжал несколько раз. И вот есть такой фильм. Дуэль музыкантов. Посмотрите немножко. Там кадры такие даются. Кадры где-то. Там создатель жаза. Как он себя надменно вел. А этот простой, но талантливый человек. Он последний сказал. Ты сам напросился, козел. Вот я этим козлам хочу сказать. Вы сами напросились. Вы тронули то, что неприкасаемо. Вас никто не трогает. Вы вокруг моей колокольни толкетесь. Везде вот сейчас на нас нападки. И тут же выскочил с Куратовской, с Америки. Он не понимает ничего. Баптист, засланный православия разрушителей. Так ему упырь. Ему так Бог елесь и прочее. Это совершенно бешеное. Да кто бы он ни был. Попал в беду человек. А я не в беду попал. А Господь на повышение повел нас. Мы там все испытали. А теперь по-другому. И лагерь никуда не делся фактически. Его нет на том месте. Мы заранее подготовили. Он переведет в другое место. Они дежурят сейчас с день и ночь. И ничего не найдут. Дежурит полиция. Никуда не уезжает. Меняются машины и прочее. Лагерь что означает? Лагерь это не место. Это дети. Дети и руководители. И дети остались. И руководители остались. Они ничего не сделали. А какое зло вам нанесли полиции? Никакого. А Роспотребнадзор? Никакого. А КГБ, ФСБ? Никакого. Мы за них молимся. Вот так. И вот смотрите что дальше пишут про этого человека. Которого православа, патриархия прикормила. 20 лет кормит. Расписывается ежемесячно. В получении денег. Липовый. Ну и новости. Последние вчерашние. Я написал в конце. Молитесь. И первое Петра. Считайте. Даже осел упал. И врага. И разгрузи его. Ничего не знают. А что миссионерский отдел? Полностью разрушены. Исидор Пелосиот говорит. Предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Ну а то у вас допустим вы знаете там Додинск, Куратовский. Другие. Которые нападают больше на вас. Которые инициируют вот эти. Идут матерщина. Это все их. Это их. Каждый день хуления идут. В мой адрес. А вы как? Как я только молиться могу. Я им эти слова сказать не могу. Ну на йо и на хэ. И на как только могут они поносят. Поносят. Не то что поносят. А поток лжи. Лжи при том. Вот. А на них не нападают. Ну значит вы угодны кому-то. Раз на меня нападают. Я не такой как они. На Стефана нападали. На апостолов. На Христа. Я знаю в какой ряд меня Бог вписал. 45 год. В детский лагерь. Тысячи детей перебывали. С родителями. С бабами. Дедами. От трехмесячного. До 72 лет. Вот такой контингент у меня перебывал. Разных национальностей. Начиная с евреев. И кончая цыганами. Православные субботники. Никаких только не было. И все находили Христа. Уезжали другими. Но это не день. Не два. 45 лет. Вот сейчас закончилось. Ни одного заболевания. Ни одного. Повреждения. Ни одной смерти. Ни одного отравления. И как у других делается. У нас свой устав. Свой норматив. А мы не сходимся с их правилами. Ни рубля нет. У нас ограбили. Говорят. А вы живите по нормам Березовского. Не могу жить. Вы меня ограбили. У меня все конфисковалось несколько раз. Где же я возьму? Нет у меня ничего. Тем более. Мы бедные. Мне надо снабжать. Кормить. Каждый год 53% детей. Бесплатно. Мы стараемся их одеть. Да еще и на билеты иногда собрать. При крохотных пенсиях. И вот они нападают на нас. А теперь смотрите. Помните узников. Замышляйте замыслы. Неужели я не накажу за это? Говорит Господь. Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Они не Бога не боятся. Ничего не знают. На кого вы нападаете? Посмотрите. Ио говорит своим товарищам. На кого? Ругателю, хулителю. Выползли все. А почему? Потому что все прощается. Батюшка знакомый накроет тебя фартуком. И Петрохиевю. Все простит. А на самом деле ничего не получите. Это еще Федор Карамазов говорил. Никакого царства небесного не будет вам. Помощь Египта будет тщетной. Идут куда? К властям. Роспотребнадзор. Кто-нибудь объясните мне, что такое потреб? Слово потребное. Потребное они оказались в данный момент. Или потребители только. Но слово-то какое. Ведь это кто-то сидит. Какие-то гомесексуалисты. Развратители садомиты. Юбка разрезанная. Ну, раздавался шов. Мода будет. И разрезанные берут. Каблуки высокие. Ноги уродуют. Сделаем. Будут принимать. Будут покупать. Но все для насмешки это делается. Масоны это все уже обдумали. Что делать? Это оглянитесь. Манкурты. Манкурты самые настоящие. Шапочка-то приросла к мозгам. Вот день гнева взглянует вверх и прочее. Просчитайте. У нас Господь дает благословение. Очень многие сегодня прислали. Молитву стали. Везде усиливаются. Молиться. Вчера отец Кирилл Сахаров вышел. Община молится. Потом Осипов Владимир Николаевич. Много пострадавший в вузах в советское время. В фильме «Пречувствиям». Нас обоих режиссер снимает. Говорим мы. Говорим об одном и том же, но с разных сторон. Вот. Подходим к этому. Это вот один день вчерашний. Машины стояли. Меняли здесь. Полиция ни на шаг не отходит от нас. Никуда. И как это будет долго? Ну, а я еще буду знать. Я работаю. Вчера мы много работали по лагерному пруду. Потому что посередине старый 20 лет уже бетонный слив. И выше его никак не поднимешь. И вчера мы все-таки забутили его. И теперь нанимать бульдозер и поднимать. Теперь уже понятно, что обойдется это удовольственным подсчет. Примерно так пока еще. Примерно в 350 тысяч. Чтобы это сделать. Нанять технику. Ищу драглайн. Драглайн. Почистить пруды. Привезти откуда? За каждый час, что везут платить. Что работает платить? Один час у драглайна 2300 рублей. А у меня пенсия 6523 рубля за месяц. Со всеми льготами. Ясное дело, что ничего не сделать. Но Бог, Господь помогает. Они тут делают свое дело. Мы делаем свое. За них молимся. Благословен грядущий во имя Господне. А это вот что ожидает людей, клеветников и прочее. Ну, я немного еще зайду на свои ресурсы. Показать, что у нас есть. Ну, вот в первую очередь, самое ценное, что есть по порядку. Это вот наш мой мир. Оно сразу не открывается. Вот оно идет. Вот как страница. Где я в шапке, не с голубем. А другие там подконтрольные. Ну, как бы копируют и прочее. Большое. Сюда я не захожу. Захожу только в почту. Сейчас. Но когда, если Господь благословит, 10 октября вернусь. Просится многим в скайп. Выходить не могу. Здесь нет выхода. А тогда все будет перенесено. Что здесь делается? Примерно 5200 роликов у нас только. Вот форум у нас какой. Посмотрите. 1593 темы. Темы. Вот. Вот это наш видеоканал. Православный видеоканал. Открытый моком. О свете Библии. И вот сегодня я поставил 9 роликов. 9. Вчера 15. Позавчера и другие дни по 9 роликов каждый день. У нас все открыто. Мне говорят, ну вот открывайте все. Поэтому не воздолбят. Вот они уже заранее знают, что вы будете делать. А вот этого они не знают, что мы будем делать. Во-первых, это с запозданием идет. Я их не выставляю. Только замки снимаю. Вот тут видно, сколько замков вот идут. Это работают модераторы. У нас команда, примерно 15 человек. В разных городах работают. Ставят. Там что нужно. Спонсируют. Помогают. То есть. Я не... У меня нет денег. Другие ставят. Я только снимаю замки. Почему? Ну это мой канал. Вот так. Я на нем работаю. Здесь все есть. И события дня. Шесть просмотров вот уже прошло. Вот немножко прошло. Минут 19. Удобства для детей на низком холмике. Ну и проще. Смотрят. Костер. То есть заходят и смотрят. Ну и как не ценный наш этот видеоканал, но еще более ценный. Это сайт. Первоначально мы делали. Во свете Библии. Православный и библейский сайт. Тут около 50 книг аудио мной насчитанных. Вот. Беседа аудио с Александром Менем. Ну тут все есть. Еще у меня материалу лежит. На второй сайт хватит. Но самое ценное во всем, во всем, что есть, это ответы. 4124 ответа. Это они в моих книгах. В 30 томах открытым оком. Каждый том 752 страницы. Ну и те, которые вокруг-то подвизгивают, бегают, мощатся на меня. Ну у них-то ничего нету. Ничего нету. Ну еще раздвинутые, говорят старты, зев, как могила. И что они оттуда изрыгают? За все же придется отвечать. А вы им что-то отвечаете? Нет. У меня и времени нет. У меня разнаряженность. Сегодня мы должны подготавливать там и там дороги. Это все делать самим надо. Дети где? Надо обеспечить. Продукты развести. Постели. С родителями успокоить. Ну понимаете, на мне, Павел говорит, ежедневное стечение народа. И приезжают, и в скайп, и в почту заходят. Бог силен. Все поправить. Закрываю. Это видите, какой прекрасный сайт. Какие я здесь вымысли человеческие ненавижу, закон твой люблю. Псалом 118, 113 стих. И здесь слово твое, святильник, на гема и свят стезе мою. Православие это не принято. Вот так. Вот так.